Всем привет! С вами ВКИНО! Сегодня мы разберём сюжет мрачного триллера 2021 года «Антидот». Фильм начинается с жуткой сцены, повешенного на верёвке мужчины в каком-то здании. Шарин просыпается и жалуется мужу Костасу на сильную боль в животе. Супруг с ребёнком везут девушку в больницу, где пациентке сообщают, что у неё острый аппендицит, и, скорее всего, лопнул аппендикс. Шарин срочно забирают на операцию. Девушка приходит в себя в другой больнице, прикованная наручниками к кровати. В палату входит доктор Эрен Хеленбек и снимает с пациентки наручники. Когда Шарин спрашивает, где она находится, врач отвечает, что во время операции возникли осложнения. Это очень беспокоит девушку. Эрен обещает принести необходимое лекарство и уходит. Девушка с удивлением обнаруживает, что шрам на животе почти затянулся. Когда Хеленбек возвращается, то на вопрос о чудесном заживлении он отвечает, что у них нетрадиционные методы лечения. Затем он протягивает пациентке лекарства. Шарин выбегает в коридор и просит телефон у других врачей. Но они хотят поймать и вернуть девушку на место. Шарин забегает в ближайшую палату и спрашивает, где выход, но пациент с улыбкой произносит, что перед ним новенькая. Врачи ловят беглянку, вводят успокоительное и возвращают в палату. Очнувшись, она кричит доктору, что муж будет её разыскивать, однако Хеленбек отвечает, что никто её не будет искать. Из окна палаты Шарин видит пациента, которому выкололи глаза. Она слышит стук, а затем через щель получает записку «Я Эверет, а кто ты?». Девушка спрашивает, что это за больница. Ответ, что это не больница, повергает её в ужас. Почти сразу Эверет за стеной начинает вопить от дикой боли. Позже в палату возвращается Хеленбек и спрашивает, сожалеет ли пациентка о чём-нибудь. Шарин отвечает, что ни о чём не сожалеет, но мужчина понимает, что она лжёт. Врач находит её переписку с Эверетом. Он говорит, что пора проверить жизненные показатели девушки. В коридоре Эрон добавляет, что можно общаться с другими больными, но нельзя выходить из отделения. В большой комнате она встречает Кассандру, социопата Ризо, бывшего преступника Лестера и соседа по палате адвоката Эверетта. Сосед говорит, что вчера ему отрезали язык, а затем снова пришили, и теперь он нормально разговаривает. Кассандра уверена, что это испытательная база. Её несколько дней назад буквально сожгли заживо. Когда звучит сигнал тревоги, все пациенты срочно расходятся по своим палатам. Во флэшбеке Шарин смотрит на чью-то могилу. Чуть позже врачи забирают сопротивляющегося пациента, а следом Эверетт быстро забегает в её палату. Мужчина уверен, что все они подопытные крысы в какой-то секретной программе. Хеленбек пообещал, что через три месяца их выпустят. Пациента, которого увели раньше, возвращают в его палату. Вся пижама бедолаги в крови. Шарин заходит в палату к мужчине и спрашивает, что с ним сделали. Стиснув зубы от боли, он отвечает – кастрировали. Заходит Эрон и ставит мужчине капельницу с восстанавливающей жидкостью. Он объясняет, что пациент получил то, что заслужил своим поведением. Позже Шарин уговаривает Эверетта сбежать, но он боится и отказывается. Тогда девушка пытается сама найти выход. Хеленбек останавливает беглянку, ведёт в свой кабинет и показывает фото повешенного парня из начала фильма. Доктор просит рассказать об этом человеке. Шарин отвечает, что его звали Ника, он был настройщиком фортепиано. У Шарина и Ника был недолгий роман, пока парень не покончил с собой по неизвестной причине. В его пианино нашли 5 килограмм наркоты. Хеленбек говорит, что хочет помочь пациентке, но врач уверен, что она ещё не готова. Когда Шарин возвращается в свою палату, она с удивлением замечает в коридоре Ника и следует за ним. Когда девушка заходит в комнату вслед за погибшим любовником, то с ужасом видит пианино и металлический трос, на котором он повесился. Доктора хватают Шарин и отрезают ей ноги. Однако Хеленбек позже снова пришивает конечности, и они сразу начинают работать. На вопрос пациентки, как такое возможно, доктор отвечает, что всё благодаря чудо-сыворотке Эймос. Эйрон добавляет, что здесь всё так работает. Во флэшбэке дело о суициде Ника расследует детектив Костас, будущий муж Шарин. Риза заходит в палату к девушке, желая с ней поговорить. Но она оставляет мужчину и идёт к Эверетту. Когда Шарин говорит, что видела своего любовника, который погиб 10 лет назад, пациент понимает, что его не выпустят через 3 месяца, как обещали, и разгневанный бежит к Хеленбеку. Адвокат требует встречи с начальством, но вместо этого его хватают хирурги и снова отрезают язык. В очередном флэшбэке детектив спрашивает Шарин про дурь, но она врёт, что ничего об этом не знает. Позже пациентка следует за уборщиком и замечает в конце коридора окно в чудесный сад. Она подбегает ближе и распахивает окно. К сожалению, прекрасное видение оказывается всего лишь иллюзией. В комнате с фортепиано её преследует видение повешенного Ника. Во флэшбэке детектив возвращается к Шарин и говорит, что дело Ника закрыто. Копы подтвердили, что это был суицид. Пациентка идёт к Кассандре и предлагает вместе сбежать из жуткой клиники. Появляется Хеленбек и велит Шарин вернуться в её палату. Притворяясь, что ей больно, девушка опирается на тело доктора и крадёт его ключи. Появляется другой врач и срочно зовёт Эрона, так как у одного из больных начались припадки. Шарин показывает Кассандре ключ, и девушки вдвоём начинают обыскивать кабинет Хеленбека. Они находят карту отделения и надевают медицинские халаты, чтобы сбежать отсюда. Эрон, заметив исчезновение ключей, возвращается в свой кабинет. Пациенткам удаётся спрятаться, и вскоре Хеленбек выходит наружу. Девушки пытаются убежать, но в коридоре их ловят несколько врачей. Кассандра достаёт скальпель и перерезает себе горло, давая Шарин возможность скрыться. К пациентке сзади подкрадывается Лестер и хочет зарезать её ножницами. К счастью, вовремя появляется Ризо и вырубает злодея. Когда срабатывает тревожная сигнализация, двое прячутся в палате, где Ризо хочет воспользоваться телом Шарин. Девушка поворачивается к подонку, вонзает ножницы ему в живот и выходит из комнаты. Пациентка находит выход, открывает дверь и выбегает на улицу, а доктор бежит за ней следом. Она вырубает врача и забегает в свой старый дом, где она ходит на полу мёртвого Ника. Однако это всего лишь галлюцинация. Доктор хватает беглянку и вешает её на металлическом тросе около фортепиано, перерезая девушке шею. Пациентку снова лечат, пока рана на её шее не заживёт. Шарин признаётся, что в прошлом она крепко сидела на дуре, но Хеленбеку этого снова недостаточно. Пациентка приходит к Эверету, который признаётся, что он попал сюда после жуткой аварии. Она спрашивает соседа, делал ли тот что-то ужасное в своей жизни, но тот всё отрицает. Увидев, как Эрон выходит из палаты Кассандры, Шарин заходит к ней. Девушка признаёт, что она подожгла дом с живыми людьми внутри, а затем отравилась сама. Тогда Шарин приходит к выводу, что все они мертвы, а это место – ад. Оказывается, пациентка десять лет назад, под действием жёсткой дури, перерезала горло Ника. Через несколько лет она призналась во всём детективу Костасу, ставшему ей мужем, и мужчина убедил её, что это был несчастный случай. В тот мрачный день девушка подстроила всё так, будто парень свёл счёты с жизнью. Пациентка идёт в кабинет Хеленбека и показывает ему книгу Данте «Инферно». В ней Данте попал в ад, где грешников пытали, а затем исцеляли, и так до бесконечности. Эрон улыбается. Наконец-то грешница всё поняла. Неожиданно в кабинет залетает другой врач и тащит Шарин в комнату с фортепиано. Оказывается, это Ника, которая хочет отомстить своей убийце. Девушка просит прощения, раскаивается в содеянном и готовится к заслуженной каре. Парень прощает любимую и хочет помочь ей, но Хеленбек преграждает паре путь. Парень с девушкой идут по бесконечным коридорам с истязаемыми грешниками, пока не попадают в место между раем и адом. В этот момент сердцебиение Шарин останавливается, а реальные врачи пытаются её спасти. Пара видит, как появляется мост, соединяющий два мира. Нику говорит любимой идти вперёд, и она едва успевает добраться до светлой стороны, когда мост обрушивается в пропасть. Врачи догоняют Ника и забирают обратно. Шарин, наконец, приходит в себя. Настоящий врач сообщает ей, что она находилась в состоянии клинической смерти в течение 15 секунд. Близкие счастливы, что с девушкой всё в порядке. Дома Шарин находит информацию о пациентах и врачах адской клиники и понимает, что всё это происходило в реальности. Девушка приносит цветы, зажигает свечу на могиле Ника и благодарит парня за то, что он помог ей сбежать из ада. Как вам фильм «Антидот»? Поделитесь в комментариях. Спасибо за просмотр и до новых встреч!